Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Помогите решить проблему затянувшего сопереживания. Мы с мужем живём гражданским браком, есть ребёнок и живём всё нормально, как все. Но меня не отпускает кое-что. Собственно, проблема заключается в том, что до сих пор держу обиду на мужа за то, что не позвал замуж. Пыталась узнать, почему я этого не сделал, когда мне это было важно. Говорила, что для меня важна бумажка, говорит, официальный статус. Ну, это не ответ на вопрос, да, то есть как бы он говорил про то, что вам важна бумажка, официальный статус. Это не ответ на вопрос, поэтому в данном случае тут не получается принять. Это в качестве ответа. Поначалу, когда не было ребёнка, спрашивая у него о браке иногда, отвечал, ну давай и на этом всё. Я не возьмусь его за руку и не поведу в ЗАГС. Так оставалось, как прежде. Наверное, я уже смирилась, не собираюсь расписываться, но все еще обижаюсь на него. За это, особенно когда вижу в интернете фото знакомых со свадьбой. Сразу скажу, что понимаю, что штат ничего не изменит, и для меня это было важно, а он проигнорировал то, что было для меня важно. Я об этом ему говорил, к слову, родители его живут так же много лет, он часто приводил мне их пример. Спасибо заранее за ответ. Ну, понимаете, штука в том, что, чтобы дать ответ, нужен вопрос. А вопрос у вас здесь нет, у вас есть только, в общем-то, описание ситуации, но нет как бы вопроса, собственно, чего вы хотите. Дело в том, что вы прикладываете на мужчину, скажем так, ответственность за себя, за свои желания. Потому что, да, может быть вы и не могли мужчину взять и за руку потащить в ЗАГС, это правда, но вы вполне могли, и на мой, по крайней мере, скромный взгляд, вы вполне могли заявить о том, что без брака вы, ну, как бы отношения для себя не видите. И в общем и целом это вполне нормально. Поэтому, если в данном случае вы по той или иной причине сами же предали, так скажем, себя, вот, то тут вряд ли можно спрашивать кого-то кроме вас самой, почему, если вам это так важно, вы это игнорировали, и почему, если вам это так важно, вы, в общем-то, с этим, как говорится, смирились. Вот. Вот. То есть это вопрос в первую очередь к вам, на самом деле. Вот. Тут момент какой? Нужно разобраться в себе. Дело в том, что, что для вас значит брак. Да, если брак для вас является ценностью, если вы, ну, считаете, что отношения необходимо оформлять в брак, да, это в том числе и социальная защищенность и так далее. Вот. И вы хотите, чтобы так было. Просто хотите, чтобы так было. Это одно. Это ваша позиция, это ваш выбор, и, на мой взгляд, к этому нужно относиться как минимум с уважением. А как максимум, в общем-то, ну, стараться следовать своим интересам. Вот. Потому что, ну, так или иначе, за вас этого никто не сделает. Другое дело, если вы, вот, сравниваете себя с другими людьми и чувствуете себя неполноценной. Вот в этом случае вам необходимо работать со своими внутренними конфликтами, скажем так, чтобы решить проблему. Вот. Проблему свою, в этом смысле, чтобы быть более естественной, может быть, чтобы более естественно себя чувствовать и более корректно выстраивать отношения. С, ну, вот, с человеком, например. Понимаете, да? А так получается, что вы в себе не разобрались до конца. Не очень понимаете, вы сами не очень понимаете, что для вас брак, потому что если бы понимали бы, то давно бы с этим определились. Либо бы вы расстались с мужчиной и не заводили с ним детей. Вот. Либо, собственно, приняли вот этот вот, ну, вот тот факт, что он, в общем-то, замуж вас не позовет. Вот. То есть, к сожалению, это история про вашу заниженную самооценку. Здесь. Это история про такой вот, ну, в какой-то степени бессознательный страх заявить о своих потребностях. Вот. И в этом смысле это, конечно, очень сильно вам мешает и необходимо, чтобы вы это скорректировали. Необходимо, чтобы вы с этим разобрались и необходимо, чтобы вы для себя вот, ну, определились в этом смысле, да, с этой позиции и дальше уже шли. Потому что обида у вас в таком случае так или иначе будет. Потому что, ну, если для вас вот что-то важно, да, вы как бы это вот игнорируете, то, естественно, что будет обида. И это нормально. Вот. Я думаю, я думаю, что примерно такой ответ вам можно, в общем и целом, здесь предложить. Вот. Что касается мужа, то здесь все достаточно просто. Если его все устраивает, а судя по тому, что вы пишете, его действительно все устраивает, то как бы нормально. Вот. Если его все устраивает, ему не нужно что-либо менять. Но вы почему-то, опять же, начиная выстраивать отношения со своим мужем, как будто бы ждали от него, что он будет другим, что он будет, что он, ну, поступит как-то по-другому. Что он возьмет вас замуж, хотя он вам, в общем и целом, прямым текстом говорил о том, что, что у меня родители так жили и, как бы, зачем мне, в общем и целом, что-либо менять. Для чего мне, как бы, делать то, чего я не хочу. Вот. Понимаете, какая, какая здесь история. Поэтому, тут вот, к сожалению, можно вести речь о том, что вы, в какой-то степени, вот, к себе, я бы сказал, ну, недостаточно внимательно, к сожалению. Вот. И именно вот в силу того, что вы, ну, с собой не определились, именно вот в силу того, что вы со своей позицией не определились, именно в силу этого, на мой взгляд, и происходят вот ваши трудности. И дело здесь, на мой взгляд, не в вашем муже, которых, которых, судя по, там, ну, судя по тому, что вы говорите, как продвигал, вот, свою позицию, да, так он ее и продвигает, а дело исключительно в вас, что вы не можете определиться со своими ценностями, со своей позицией. Ну, вот. Тут есть еще один важный момент. Дело в том, что вы называете мужчину мужем, но он вам не муж. Вы, вы, по сути, живете с сожителем. Это сожитель. Вы живете с сожителем. То есть, иными словами, вы соглашаетесь жить с сожителем. И, кроме как, о том, что у вас низкая самооценка в любом случае, потому что, так или иначе, крепкие, крепкие семейные отношения, они либо приводят к браку, да, либо люди постоянно, вот, как бы постоянно живут в каком-то напряжении. Да, есть такие люди, у которых, вот, как бы, ну, такие вот ценности, что брак нам не нужен, мы живем без брака, но тогда бы вопросы не возникли бы у вас, понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что речь идет о том, как вы, в целом, хотели бы себя воспринимать. Я думаю, что речь идет, в целом, о том, как вы хотите к себе относиться. Я думаю, что речь, в целом, идет о том, как вы, ну, как вы хотите себя воспринимать. Я думаю, так, я думаю, что, если вы хотите видеть себя замужней женщиной, то это нормально. Важно, чтобы не было, чтобы не было, чтобы это не было единственной вашей целью. Важно, чтобы, ну, помимо этого, было что-то еще, было что-то другое. Вот. Чтобы не только семья была, и замучество было вам важно. Вот. И, соответственно, если вы видите себя не только, вот, ну, не только в семье, да, если вы видите себя еще где-то, еще как-то, вот, то это супер. Вот. А здесь, ну, к сожалению, вот, кроме как, кроме как сказать, что вы себя предаете, да, ну, нельзя. Вот. К сожалению, это вот, ну, вот, к сожалению, в данном случае это, это так. Вот. Вот. Поэтому сформулируйте, пожалуйста, вопрос свой, сформулируйте, пожалуйста, то, чего вы хотите, ну, как бы от психолога. Вот, постарайтесь, по крайней мере, сформулировать это. И дальше, я думаю, можно будет вам оказывать помощь, гармонизировать отношения с мужем, чтобы в итоге всё пришло к браку, например. Или вам для себя понять, что этот человек не по пути, что он игнорирует то, что вам важно. Потому что мне кажется, что если мужчина игнорирует вас, ну, грубо говоря, в этом, то он, скорее всего, игнорирует вас где-то ещё. Вот. К сожалению большому. И вот вы с этим меритесь, потому что хотите, чтобы вас было как у всех. Понимаете? Вот. Но правда в том, что, как у всех, вас не будет, потому что вы уникальны. Эм. 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 Вот. Эм. Ну, в этом смысле. Вы уникальны. Понимаете? Вы уникальны. Вы себя, ну, по сути, насильно, да, пытаетесь запихнуть вот в какие-то рамки. Нет. А ЭП не получается. Понимаете, да? Поэтому вам предстоит сложная, ээээээ. Сложная работа, достаточно сложная, но интересная работа вам предстоит. Ээээ. Выбирайте себе психолога. Эээ. Вот. Начинайте работать. с психологом, и я думаю, что проблематику в любом случае можно будет решить, помочь разрешить проблематику. Вот, но для этого вам нужно будет, собственно, приложить некоторые силы, понимаете, да? На этом, пожалуй, всё, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я буду вам очень благодарен за обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой, потому что хотелось бы вот понять, да, как вы отреагировали в целом на то, что я сказал, как вам это, ну, в целом вот пришлось по вкусу, да, то, что я сказал, потому что, ну, какие-то вещи могут быть неприятные, вот, и я это прекрасно понимаю, вот, поэтому очень хотелось бы, чтобы вы постарались на, ну, постарались дать обратную связь. Вот, ну, а, соответственно, если вам захочется, вы можете выбрать психолога на нашем сайте, вот, и начать с ним индивидуальную работу, я думаю, что это даст вам результат. Я думаю, что это даст вам возможность, вот, возможность, в первую очередь, быть, ну, быть счастливым, вот, и в общем и целом не таскать в себе, вот, в себе обиды, которые сейчас вы носите, вот, потому что обиды бывают разными, ну, как бы вообще, обиды бывают разными, и важно, чтобы вы увидели этот аспект, вот, это, с одной стороны, то, чего вы ждете, с другой стороны, то, что вы хотите, вот, понимаете, понимаете, да? Поэтому, я думаю, примерно так можно вам ответить. Вы большая молодец, что подняли эту тему. Вы большая молодец, что заговорили об этом. И, возможно, вот, с чего стоило бы начать, это с того, чтобы помочь вам прожить ваши чувства, помочь вам прожить ваши эмоции, помочь вам, ну, меньше, вот, болеть сейчас, ну, в этом смысле, да? То есть, чтобы меньше вас эта ситуация задевала, беспокоила, тревожила, вот. А дальше уже смотреть, куда бы вы хотели двигаться и в каком направлении и как. Вот. Всего вам самого доброго, обращайтесь за помощью, вот, не оставляйте, пожалуйста, это в туне. Вот.